610-610, проекте по улице Чебриково, возле магазина «Магнит» происходит конфликт между молодыми людьми. Как приняли? Принято, проверим сейчас. И так почти каждый день. Сотрудники патрульно-постовой службы Дмитрий и Борис выходят на дежурство. Уже два года они плечом к плечу на улицах города. Проверить документы, разнять драку, обезвредить преступника. Вместе попадали и в переделки с угрозой для жизни. Напарник, в первую очередь, это мой друг. В то же время напарник по работе. Это тот человек, которому могу довериться в любую секунду. То есть, если я иду вперед, он идет за мной. Чувствую постоянную поддержку от него. Сейчас одно за другим город встречает массовые международные мероприятия. За порядком на многолюдных сочинских улицах каждый день следят почти 500 работников ППС. Очень много людей приезжает посмотреть на постолимпийский город. Приезжают те люди, которые в силу ряда причин не смогли прибыть на Олимпиаду. Хотят посмотреть именно сейчас. И поэтому большое количество людей. И, соответственно, увеличивается нагрузка. Инна Есик работает в полиции уже 20 лет. Начинала дознавателем, дослужилась до подполковника. А теперь она заместитель начальника участковых уполномоченных по всему центральному району. В подчинении 70 человек. И большинство из которых – мужчины. Изначально, конечно, нравилась форма. Потом – то, чем они занимаются. Плюс, конечно, в те времена, когда я пошла в полицию, фильмы о полиции и так далее. Участковые, в принципе, как все нормальные люди, они ценят отношение к себе. Во-первых. Соответственно, я считаю, что руководители, прежде чем спросить, должны чему-то научить и что-то дать. И такое отношение приносит результаты. Более семи сотен преступлений раскрыто в этом году только участковыми. В свой праздник полицейские будут продолжать работать. И как поется в песне, их служба и опасна, и трудна, но, безусловно, нужна всем, кто хочет жить в мирном и спокойном городе. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Продолжение следует. Продолжение следует...